Мои дорогие, вы на канале Мамлайт, а я с новым проектом. У меня вот такие вот колодочки, длина которых составляет 26 см. В ближайшем будущем я их, наверное, переделаю на 25 см, потому что мне нужен другой размер. Ну, не важно. А сейчас мы с вами баляем двуцветные тапочки. Внутри будет серенький, снаружи будет розовенький. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Берем шаблон, обводим и делаем припуски 5 см со всех сторон. И получаем такой вот шаблончик. Тоненькими прядками раскладываю внутреннюю сторону будущей тапки. Все как обычно. Очень тонкими прядками. Чем тоньше, тем лучше. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Поливаем водичкой. У меня здесь два слоя, перпендикулярные друг к другу. Накрываю пленкой. Прижимаю. Переворачиваю. Загибаю краешки. Если недостаточно воды, чтобы загнуть, сухое загибаться не будет. Я добавляю. И повторю то же самое. И с этой стороны. Также я буду переворачивать как блин с одной стороны на другую до тех пор, пока у меня середет не закончится. То есть два слоя перпендикулярных друг к другу. Переворот. Два слоя перпендикулярных. Переворот. Это у меня уже вторая сторона. Я ее разложила. Что дает мне такое многократное переворачивание? Прочность. Только прочность. Потому что многослойное такое вот заворачивание. Сейчас у меня вот, допустим, первый слой сцепился полностью. Потом на этот слой еще один слой. Тоже такого же цвета. Сцепится. И даже если я что-то там... Что-то пойдет не так. У меня практически не будет шансов на то, чтобы разошлось по шву. Обычно расходится по шву. Ну и вообще не бывает никаких заломов. Когда так тонко раскладываешь и многократно переворачиваешь. И тем более я собираюсь два цвета сегодня употребить. Сверху и снизу. Так. Ну теперь я опять раскладываю тот же самый цвет. Серый пока. Вот мои замечательные лепешечки. Теперь я беру другой розовый цвет. И смело начинаю раскладку. Буду я действовать точно так же. Два слоя. Перпендикулярно друг к другу. Переворот. Понятно, что у меня, если я буду мочить каждый слой, очень будет много воды. Поэтому перед тем, как притирать, я эту воду просто сливаю. Оборачиваю в пленку и осторожненько сливаю воду. Чуть-чуть прижимая эти лепешечки. Это у меня один слой и перпендикулярно другому. Ох, как они электролизуются, эти волоски. Я стараюсь раскладывать тонко. Но что-то оно у меня слишком пушисто. Сейчас я намочу, и все будет нормально. Перпендикулярно предыдущему слою. Мочу, переворот. Загибаю и повторяю то же самое. До тех пор, пока у меня не заканчивается розовый цвет. Ну, как-то вот так уже. Два слоя есть. Я закончила раскладку. И теперь сливаю воду. Нажимаю. У меня похожа была. Целый ливень. И после этого я могу со спокойной душой заняться притиранием. Если у меня будет недостаточно, я его добавлю. Вот. Начинаю притирать. И уже поставила чайник для того, чтобы у меня был кипяток. Когда я закончу притирку с обе стороны, я заливаю воды и положу в кипяток до полного остывания. Я терла-терла. И как-то так получилось, что одна штука не притерлась. Что я с ней делаю? Я ее просто отрезаю. А она уже не приваляется. Не приваляется. Жалко, конечно, эти граммы. Но ничего не поделаешь. Просто она будет потом мешать при ходьбе. Все равно стопа ее почувствует. Вот такие драги. Вот лишняя деталь получилась. Положила в кипяток. Да еще и накрыла, чтобы у меня там подольше пропалывалось. Я сваляла заготовку до размера колодки. И сейчас я знаю, что она у меня будет натягиваться с трудом. Ну, вот так вот быстро все свалялось. Конечно, можно было бы еще подвалять. Но боюсь, что вообще не налезет. Сделала отверстие 5,5 см от пятки. Сделала малюсенькое отверстие, потому что, во-первых, тонко свалил бойлок. Естественно, это отверстие разъедется. И вот у меня такой маленький-маленький язычок получился. Посмотрим, что из этого выйдет. Смогу ли я вообще натягивать на эту большую колодку. 39-38. Войлок у меня тонковатый. Чем тоньше войлок, тем он быстрее сваливается. И становится изделие маленьким, быстрее. Но поскольку я уже не могу его валять, поэтому я пойду на хитрость. Я сальвитозу распарю. И сальвитоза – это текстильный клей, который сделает бойлок прочным, сделает бойлок гибким и в то же время жестким. Приклеиваю покупную войлочную подошву на тапочек, чтобы было очень удобно носить его. И самое главное – тепло. Наношу клей, как обычно, вот таким шпицом. Прикладываю. И на пресс отправляю часов на 10. Сейчас размажу получше. Обвела подошву. Прибавила 1 см. И сейчас буду вырезать. Положила я кожную заготовку в воду. Она у меня намокла. Приводилась в очень такую мягкую штучку. И я ее растягиваю. Такой камень. Очень мягкая, податливая. И на влажной. Все еще на влажной. Я делаю дырочки по окружности. Выбираю самый маленький диаметр. И на расстояние где-то может быть 3 мм. По кругу. С интервалом 1 см. Делаю дырочки. Сейчас мне понадобится молоток и гвозди, чтобы зафиксировать в нескольких местах эту кожаную подошву на колодке. Я буду ее натягивать, вытягивать при помощи вот таких вот щипцов. Чтобы она у меня сидела плотно. Притом подошва моя кожная еще мокрая. И поэтому она очень хорошо поддается формовке и натяжке. Такая мощная шкафа. Притом подnasка. Смотрите продолжение в следующей серии. А теперь начинаем пришивать подошву. Вводим иголочку со стороны входа в тапку. Переворачиваем теперь стороной на себя, подошвой на себя. И обратно в эту же иголку, ой, в эту же дырку. Иголочку. И между двумя ниточек. Между двумя ниточек. И затягиваем. Все. Вот такой вот шовчик простой. Самое трудное в этом. Запомните, с чего начинали. Так. Второй. И опять через две. Меня ждут двумя ниточек. Тут у меня гвоздик. Я его пока не убираю. Хотя с трудом. Наверное придется убрать. Убираю гвоздик. Тем более он свою службу мне сослужил. Не хотела гнуть. Погнулся. Гвоздик погнулся. И в эту же самую. В это же самое отверстие. Все то же самое. И так по всей окружности. Вот такой вот шовчик получается. Интересненький. Сделала обычный узелок. Протянула ниточку между слоями шерсти. И просто отрезаю. Потому что когда у меня тапки подсохнут. Я капну капельку клея сюда. И она зацементирует этот узелок. Такой полноваться не стоит. Подошва у меня еще влажная. Поэтому я беру на влажной подошве. И я простукиваю. Вот таким вот образом. На тех местах, где у меня закругление. Чтобы у меня кожа прижалась. После того, как я простучу. Простукаю? Что сказала господи? Простучу, да? Простучу. Я ставлю в теплое место. У меня единственное сейчас теплое место. Это труба. Труба ванной. Вот туда я поставлю. Вот. Особенно пяточку. Хорошенько. Фу-то, блин. И носок. Там, где закругление. Если честно, это все должно быть сильно натянуто. То есть никаких вот таких вот этих не должно быть. Собственно говоря, это брак. Брак. Просто я сделала уже дырочки. И когда я натянула, у меня дырочки-то ушли вверх. А мне не захотелось все-таки сверху пришивать. Поэтому я буду надеяться на то, что когда у меня подошва высохнет, она разгладится. Но это брак. Этого быть не должно. Ну вот, собственно говоря, и все. Вторая у меня там сохнет. А эта уже готова. Продолжение следует...